Всем привет! Сегодня у нас будет аудит канала с обзорами детских товаров. Это канал под интернет-магазин и сейчас мы посмотрим, что на нём можно улучшить и, возможно, что стоит исправить. Начинаем мы с визуальной части, это баннер канала. Сейчас баннер канала мне не очень нравится, сейчас объясню почему. Во-первых, текст, как вот этот красный, так и белый очень плохо читается. Красный сливается с листвой, белый перечеркивается разметкой белой дорожной и, соответственно, тоже усложняет чтение. Затем сама фотография, то есть детские товары, это всё-таки должен быть какой-то веселый, радостный посыл. Сейчас же у нас пустая дорога, на обочине пустая коляска, то есть посыл больше подходит для каких-то социальных каналов, которые помогают детям-сиротам, например, и так далее. То есть очень грустная картинка по своему посылу. Лучше всё-таки на фото довольны родители, довольны ребёнок, то есть показать какую-то яркую положительную эмоцию, а не вот такое вот запустение. А также на баннере можно разместить информацию, то есть сделать их более информативно. Если у нас в основном идёт обзор детских товаров, это коляски, всякие машинки, самокаты, то, соответственно, это можно прописать на баннере, чтобы люди понимали, что здесь, например, не будет обзоров детских продуктов питания, потому что продукты питания – это тоже товары и они тоже для детей. То есть обозначить более узко, о чём вы всё-таки будете здесь рассказывать. Следующий момент – это логотип канала. Он яркий, запоминающийся, но больше подходит для личного влога, чем для интернет-магазина или канала с обзорами. То есть на логотипе, опять же, лучше обозначить тематику, то есть если у вас больше всё заточено под детские коляски, то, мне кажется, на логотипе вполне логично показать детскую коляску, например, стилизованную. Следующий момент – это обложки видео. Обложки у нас, в принципе, плохо проработаны, то есть берётся обычный кадр из видео и даже никак не добавляется ни надписи, ни какой-то другой информации. Такие обложки очень плохо будут работать в похожих, то есть вряд ли человек среди других видео выберет именно ваш ролик. Особенно вот, когда видно, например, что это видео снято вертикально, то есть такое, вряд ли будет качественный контент. Скорее, это просто будет быстрая запись на телефон и сейчас это все понимают и такие ролики обычно не открывают смотреть. Всё равно люди хотят открыть большой красивый ролик, где им всё покажут, расскажут. Поэтому я, конечно же, рекомендую заботиться дизайном обложек, то есть на обложке товар, на обложке человек, на обложке названия товара, то есть в любой комбинации. Поэтому это, наверное, самый такой первый совет, которым нужно задуматься, потому что сейчас ваши превью скорее не помогают в продвижении видео, а мешают. Теперь про главную страницу. Главная страница очень плохо организована, то есть у нас здесь есть просто все видео, есть ролик один из тех, которые есть на канале, то есть нет трейлера канала, где бы вы рассказали, что вы за магазин, что это за канал и так далее. И на главной странице можно сделать разные разделы. То есть, например, если мы посмотрим канал нашей школы, то вы увидите, что у нас есть приветствующий ролик и потом пошли различные плейлисты. То есть я рекомендую ваши ролики разбить по тематикам, то есть у вас тут есть обзоры, например, колясок, обзоры посуды, обзоры машинок. Это разные плейлисты и эти плейлисты, соответственно, можно все разместить на главной странице. Теперь, что касается о канале. О канале информация есть, но она оформлена так, что ее читать никто не захочет. То есть я так понимаю, что вы пытались запихнуть как можно больше ключей, но если даже говорить про поисковые алгоритмы, то вот такое написание, когда у вас все ключи слипшиеся, тоже может работать в минус. Обязательно разделяем все, ставим где нужно пробелы и пытаемся вот так не спамить, потому что это все-таки очень плохо воспринимается. То есть могут посчитать это обычно спамом, а спам, соответственно, запрещен правильным свойствам YouTube, поэтому вы вместо пользы привезете только вред. Что хорошего есть в этом описании, это то, что в первом предложении присутствует ключ в виде обзора детских товаров, поэтому вот этот плюс, конечно. Все остальное обязательно проработать, прописать, чтобы это был удобно читаемый текст. Возможно, стоит не в строку расписать марки, а именно сделать это списком, потому что сейчас это, ну просто, скажем так, бесполезный текст, который никто не читает. Следующий момент – это наши плейлисты. То есть у нас плейлисты уже разбиты, но, как я уже говорила, они вынесены просто на главную страницу. Теперь посмотрим оптимизацию плейлиста. У нас есть заголовок очень короткий, то есть если тут обзор электромобилей, то следует, наверное, прописать обзоры электромобилей для детей. И обязательно пишем в описании, что нас может встретить в этом плейлисте. Опять же, чтобы прописать основные ключи и помочь продвигаться этому плейлисту. Вместе с названиями плейлистов также, думаю, стоит вам проработать название своего канала. То есть сейчас ваше название никак не помогает вам попадаться в поиске. То есть когда будет искать по вашему названию, человек, скорее всего, и так уже ваш клиент, он знает, как вас зовут и ищет вас целенаправленно. Я же думаю, что вы все-таки хотите с помощью своего канала привлекать новых клиентов, поэтому обязательно прописываем тематику на русском языке. То есть если это название магазина, то тогда после этого вы можете прописать именно, что это товары для детей. Потому что товары для детей – это тот ключ, по которому могут искать. И это ключ, который достаточно высокочастотный. Опять же, если вы находитесь в каком-нибудь конкретном городе, можно прописать, что это товары для детей в определенном городе. То есть сделать именно заголовок в своем УТП, чтобы было понятно, что это такое. Следующий момент – это уже оптимизация самих видео. Мне ваши ролики понравились по своему содержанию. То есть они не скучные. То есть в принципе интересно посмотреть, есть и полезная информация, есть такая, скажем, развлекательная информация. Но при этом именно то, что вы их совершенно не оптимизируете, мешает этим роликам набирать популярность. Во-первых, сами заголовки. Очень коротко и ничего не понятно. То есть тут был и краш-тест, тут и обзор. Но вы просто пишите наименование товара и бренд. Обязательно смотрите просто наши уроки на школе. У нас очень много видео есть, потому как правильно писать название, как включать ключевые слова в название. Просто посмотрите, и я думаю, вы поймете свое опущение. Следующий момент – это то, что под видео нет описания. Под некоторыми роликами оно есть, под некоторыми нету. Там, где оно есть, более-менее хорошо. Потому что там вы делаете акцент, на том, из чего сделан ваш товар, какие у него качества и так далее. То есть вот именно эту информацию и нужно описать, чтобы было понятно, про что ваш ролик. И также было понятно, что это за товар, какие у него есть плюсы и минусы. Обязательно прорабатываем на наше описание. И, конечно же, теги видео. То есть сейчас тегов видео, в принципе, нет, потому что у вас есть один вот такой вот тег, который просто набор символов. То есть все слиплось в один. Непонятно, зачем вы ставите хэштеги. Хэштеги в тегах не используются. Опять же, по тегам видео. У нас есть очень много роликов, как правильно их подбирать. Поэтому смотрите и исправляйте. Теги канала, в принципе, не написаны. Опять же, отправляю вас на школу. Теги каналов, опять же, мы разбирали и на стримах, и в отдельных роликах. В принципе, не подбирается точно так же, как теги видео, только с учетом охвата всех роликов. То есть у вас теги канала будут товары для детей, обзор товаров для детей, электромобили, коляски для детей. То есть общие теги вашего канала, о чем у вас будет, и также те теги, в которые вы хотите двигаться. То есть обязательно это смотрим и добавляем. Также очень важно оставлять первый комментарий и закреплять его. В этом комментарии вы можете или еще раз продублировать описание, или же задать какой-то вопрос, или же отослать на какой-то другой ролик, на какой-то плейлист ваши зрители, вовлечь их взаимодействие с вами и с вашим каналом. Теперь, что еще хочу сказать по своему ролику. У нас в конечных заставках мы видим только подписку на канал, хотя в конечной заставке можно разместить целых четыре ссылки. То есть я рекомендую обязательно оставлять в конце ссылку на плейлист с подобными товарами, а также ставить самые новые, самые подходящие. Это беспроигрышный вариант, когда хоть по одной точно человек заинтересуется и перейдет и посмотрит еще один ролик. И еще поговорим про соцсети. Заходим в наши видеозаписи и мы видим, что большинство роликов это у нас идет репост с ютуба. Опять же некоторые ролики залиты, некоторые нет. Обязательно именно заливаем на видеохостинг ВКонтакте. У вас интернет-магазин и вы можете искать клиентов в любой соцсети. Соответственно, кроме ВК и Инстаграма вы также можете добавлять свои видео в Одноклассники, где я тоже, думаю, будет присутствовать ваша аудитория. Но самое важное это все-таки, чтобы ролики были залиты на видеохостинге при одной соцсети, а не были сделаны репостом. Итак, это все основные советы, которые я хочу дать этому каналу. Еще раз их повторю, чтобы закрепить. Во-первых, прорабатываем стиль канала. Задумываемся о баннере, чтоб он был более ярким, более жизнерадостным. Прорабатываем обязательно обложки видео, приводим их к единому стилю, чтоб они были яркими, интересными, а не просто стоп-кадрами. Затем, прорабатываем главную страницу, добавляем сюда различные плейлисты. В самих плейлистах обязательно пишем описание, прорабатываем в заголовках, в описании ключевые слова. Прорабатываем ключевые слова в заголовке самого канала, то есть прописываем какой-то ключ на русском языке в названии. Также очень важно на всех видео проработать теги. Сейчас теги отсутствуют. Проработать как теги видео, так и теги канала и везде их добавить. Пока роликов не так много, можно проделать работу и оптимизировать все видео, которые есть, потому что чем дольше это откладывать, тем больше копится роликов, и тем больше вам потом придется проделывать работы. Соответственно, пишем конформации о канале более понятный и легко читаемый текст, думаем о том, как вот это все разобрать, чтобы это красиво выглядело, а не было такой мешанины. И также пытаемся вовлечь аудиторию в разговор, предлагаем задавать вопросы, чтобы потихонечку начали писать вам комментарии. И также задумаемся о том, чтобы конечные подсказки использовать по максимуму. И последний совет, это обязательно записать трейлер канала, то есть вы не боитесь выступать на видео, вы в своих роликах всегда перед камерой, поэтому я думаю, для вас не будет никаких сложностей в том, чтобы одну минуту рассказать про ваш канал, про ваш магазин и тем самым познакомить с собой свою будущую аудиторию. Всем спасибо за внимание, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok